Водитель автомобиля Lada 10 модели, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на девочку, которая переходила в проезжую часть в установленном месте. Происшествие произошло на одной из улиц Махачкалы. Сотрудники управления ГИБДД задержали мужчину, совершившего наезд на ребенка. Вы сожалеете о том, что случилось? Да, очень сильно сожалею об этом. Задержанный утверждает, что не видел людей, переходящих в проезжую часть, но кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали момент, когда женщина с ребенком пытались перейти в проезжую часть. Именно пытались, ведь многие водители просто не уступали дорогу. Когда водитель красного автомобиля остановился и женщины сделали пару шагов, их сбивает автомашина ВАЗ 10 модели. Это отчетливо видно. Как и где произошло ДТП? Произошло на улице Махашинского, на пешеходе. Вы заметили, когда совершили наезд? Я не заметил и не почувствовал эти моменты. Этих пешеходов я не заметил. Почему? Потому что они были с задней стороны. На данного водителя был составлен материал по статье 12.27.2 КВАП РФ оставление места ДТП, которому грозит лишение права со сроком от 1 до 1,5 лет, либо арест до 15 суток. Согласно пункту 14.1, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Только не каждый осведомлен об этом пункте или просто пренебрежительно относится к правилам дорожного движения. Будьте бдительны, берегите себя и свое имущество. Камиль Девятов специально для службы 112. 28 августа в 8.30 утра на одной из автозаправочных станций города Каспийска двое неизвестных, вооружившись ножами, совершили нападение на сотрудников полиции. В результате один из сотрудников патрульно-постовой службы от полученных ран скончался. Нападавшие были нейтрализованы. Нападавшие застали сотрудников полиции врасплох, так как перед каждым дежурством полицейские заправляют служебные автомобили. Один из работников патрульно-постовой службы заполняет служебные листы, и именно в этот самый момент неизвестный напал на него и тем самым нанес ножевые удары в область шеи. Нападавших было двое. Один из полицейских погиб на месте, второй был тяжело ранен, третьему сотруднику удалось нейтрализовать нападавших. Не исключено, что убитые могут относиться к запрещенной на территории Российской Федерации преступной организации ИГИЛ. При осмотре вещей у нападавших была найдена литература и флаг данной организации. По данным факту, следственным органам, следственным комитетом Российской Федерации по республике Таикстан возбуждено уголовное дело по статье 317 уголовного кодекса Российской Федерации. Это постигательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В этот же день, 28 августа, но уже в городе Хасаюрт, в ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов специальных оперативно-розыскных мероприятий был заблокирован один из жилых домов, в котором находились вооруженные люди. Во время контртеррористической операции в городе Хасаюрте погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Также удалось ликвидировать двух боевиков. Полицейские открыли огонь только после того, как преступникам был дан шанс сложить оружие и сдаться. Но на законные требования сотрудников правоохранительных органов неустановленные лица ответили огнем. Также на месте боестолкновения были изъяты автоматы Калашникова, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства. В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из так называемой Хасаюртской бангруппы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются и личности нейтрализованных боевиков. В Махачкале угонщик внедорожника протаранил около 10 автомобилей. Массовое ДТП произошло на проспекте Гамидова. Мужчина в невменяемом состоянии за рулем угнанного автомобиля разъезжал по улице Махачкалы. Угонщика удалось задержать. Подробнее далее. По имеющейся информации, иномарку молодой человек угнал на автомойке, а затем пустился во все тяжкие. Оказавшись в пробке и пытаясь скрыться с места происшествия, водитель протаранил перестоящие машины. Пострадали не только приоры, но и автопредставительского класса. Лихача задержали сами водители еще до приезда полиции. Убили тебя, брат. А? Убили. Убили меня. Кто убил тебя? А что ты ударил машину? Тирак, потому что совершали. Тирак совершали. Какой? Собирали. Ты собирал. Не я собирался, вы собирали. Собирали. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он давал несвязанную информацию. Отвечая на вопрос о месте работы, он назвал то одно силовое подразделение, то затем оказывался работником совершенно другого ведомства. Хотя таковым и не являлся. Судя по всему, он находился в опиньенном состоянии. Машина ваша была? Не моя. Для чего взяли? Для уважения. Законно. Чтобы уважали каждого. Сколько машин зацепили? Очень много. А где работаете вы? ОВД, ФСБ. По данным фактам, возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 лет. К счастью, ни один человек в массовом ДТП не пострадал. Злоумышленнику грозит лишение свободы в том случае, если удастся доказать его вменяемость. Будьте бдительны, берите себя и свое имущество. Камиль Девятов специально для службы 112. На автодороге Гунипское шоссе Вентлишевский перевал произошло ДТП. Водитель пассажирской газели не справился с управлением и допустил столкновение со скалой. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 13 человек. По данным, все они доставлены в центральную районную больницу Шамильского района. На этом наша программа подошла к концу. Берегите себя, берегите своих близких и помните, жизнь у нас одна. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова